Доллар как валюту Реальные деньги поступают от производства, но люди не работают. И сейчас они платят людям, чтобы те не бунтовали. Это как раз то, что происходило в Древнем Риме. А людям нравится получать хорошие деньги по пособию, не работая. А можно и мне деньги? Конечно, говорят они. Люди берут эти деньги и покупают акции, и те, конечно же, растут в цене. Если они дадут мне тысячу баксов, я тоже возьму их, но я вложу их либо в золото, либо в серебро, либо в биткоин. Наша система уже вся трещит по швам. Золото, серебро и биткоин – это, конечно же, не панацея. Это своего рода страховка от некомпетентности действующей системы. Правительство платит все больше и больше. И это не только в США. Это происходит во всем мире. Напечатанные деньги идут в компании. И в этой ситуации богатеют только такие люди, как, например, Джефф Безос и Марк Цукерберг. И они получают все эти деньги просто так. Потому что обычные люди, которые хотят куда-то пристроить деньги, покупают акции самых известных компаний. А ребята, владеющие Фейсбук и Амазон, становятся еще богаче. У нас всегда был социализм. Федеральный резервный банк – это социалистическая или коммунистическая организация. Но они никогда вам этого не скажут. Я был просто в ужасе, когда узнал об этом. Понимаете, они все время нам врали. Когда в марте 2020 года рынок рухнул, было профинансировано только 16% пенсий учителям, пожарным и полицейским. Всего 16%. А сейчас финансирование составляет 6%. Что это значит? Петля затягивается. Они разорены. Они скрывают все это. И что им делать? Правильно. Массово печатать деньги. Затем они будут платить людям, у которых нет работы, чтобы избежать волнений. Есть такое понятие, как отношение долга к ВВП. Поэтому, когда в марте 2020 года экономика рухнула, долг вырос, а ВВП, валовый внутренний продукт, снизился. Если такая ситуация повторится, а я думаю, что так оно и будет, последствия будут катастрофическими. Как только долг превышает ВВП на 90%, мы банкротимся. Сегодня эта цифра равна 115%. Мы уже банкроты, но это скрывается от нас. Так что мы ничем не отличаемся от римских граждан, которым платили за то, чтобы они сидели в Колизее и смотрели бои гладиаторов. На самом деле ничего не изменилось, просто мы смотрим в интернете боксы и футбол. На самом деле все очень плачевно, просто мы этого не видим. Рынок акций на пике, но сейчас очень много зомби-компаний. Это полумертвые компании, например, Hertz. Сейчас они полностью обанкротились. Boeing обанкротились. Круизные лайнеры обанкротились. Ford обанкротились. Только помощь от правительства и финансирование с Уолл-стрит продолжает держать их на плаву. А это, в свою очередь, намного усложнит жизнь этому поколению. О таких проблемах вам никогда не расскажут. Вот почему в школах не учат этому. Вашему поколению с айфонами я хочу сказать вот что. Становитесь предпринимателями. Вам не нужна стабильная и безопасная работа. В этом нет ничего плохого, но вам это не нужно. Вам не нужна зарплата. Если вы работаете на себя и свободны от зарплаты, вы по-настоящему будете в безопасности. Вам нужно быть антихрупкими. Чем тяжелее вам что-то дается, тем сильнее вы становитесь. Вы можете делать выборы в пользу стабильности, но если вы будете продолжать это делать, вы по-прежнему будете оставаться слабым. Я думаю, вам действительно нужно осознать, что должно произойти. Вопрос в том, как все это повлияет на вас лично и вашу семью. Что вы лично собираетесь делать? Я думаю, что мы приближаемся к самой большой катастрофе, которую я когда-либо видел. Это будет похоже на столкновение астероида с нашей планетой. Истинная цель этого видео — подготовиться к этому столкновению. Проблема в том, что большинство людей подобны оленям при свете фар автомобиля. Они просто не знают, куда им идти. Правительство спасет меня, или мой начальник спасет меня. Вас никто не спасет, кроме вас самих. Мы никогда не проходили через подобное, но теперь вы предупреждены. И если произойдет катастрофа, и вы не будете к ней готовы, то это будет полностью ваша вина. Я считаю, что вы прямо сейчас должны готовиться к худшему сценарию. Я понимаю, что большинство людей не любят перемены. Большинству нравится придерживаться привычного образа жизни. Большинство людей не хотят даже замечать каких-либо изменений, потому что с возрастом сложнее всего измениться. Вы просто хотите, чтобы все оставалось так же, как и всегда, и это хуже всего. Если вы продолжите сидеть, сложа руки и ждать, что все наладится, то ваше положение будет ухудшаться с каждым днем. Недавно я смотрел CNBC, это еще одна коммунистическая организация, и там у них в гостях был парень, который рассказывал именно то, что я говорю вам сейчас, что пузырь скоро лопнет. И на CNBC спросили его, что же тогда делать? И он ответил, покупать золото и серебро. Он сказал, что доллар будет просто уничтожен, и ведущий CNBC сказал, мы уже сто раз это слышали. Золото и серебро были здесь с тех пор, как Бог создал эту землю. Биткоин — следующий этап финансовой революции. Это поколение должно выйти за рамки мейнстрима. Нам говорят, что нужно развивать критическое мышление, думать не шаблонно, но родители до сих пор говорят своим детям. Хорошо учись в школе, чтобы поступить в престижный университет и найти высокооплачиваемую работу. Люди никогда не научатся думать не шаблонно, потому что они пойдут в школы, затем в институты и передадут это следующему поколению. Вот такой вот замкнутый круг. Субтитры создавал DimaTorzok